Всем огромный привет! Сегодня видео будет посвящено моим покупкам Фаберлик по седьмому каталогу. Это будут новинки. Кое-что из новинок. Не все, конечно, буду делать еще заказ. И что я взяла по шестому каталогу? Ну, там буквально чуть-чуть. И давайте начнем. Начнем с новинок седьмого каталога. И первое это гель. Выйдет новый гель в линейке путешествия по странам Карибский Бриз. Здесь идет сочный ананас и карамбола. Очень вкусный аромат. Мне очень-очень понравился. Здесь превалирует, на мой взгляд, больше ананас. Конечно же, это 100% летний аромат гелия. Он освежает. Он с кислинкой, с сластинкой. Очень приятный. И маленько мне что-то напомнил пинаковаду, но я думаю, это именно из-за ананаса. Но именно вот этой сладости кокоса в нем нет. Здесь вот ананас очень вкусно представлен. И с удовольствием уже неоднократно этим гелем попользовалась. Ну, как обычно, он хорошо и мылится, и промывает кожу. 310 мл. Хороший объем и очень приятный аромат, которым я буду с удовольствием пользоваться. Новинка декоративной коллекции. В этом каталоге появятся новые жидкие тени. Я себе взяла в артикле 54-50. Вот такая вот маленькая упаковка плоская. Очень удобно брать с собой, кстати. Тени идут со спонжиком. Все удобно доставать. И, в общем-то, удобно наносить. Себе я взяла довольно-таки носибельный стандартный оттенок. Это темный шоколад. Первомутровые, кстати, эти тени идут. Очень хорошо блестят. Но вот как-то я не подружилась маленько с их текстурой, вот этой жидкой. Есть у меня еще до сих пор тени прошлого выпуска, тоже жидкие. И как-то мне с ними легче работать, нежели с этими. Они хорошо застывают. Если на все веко наносить, то обязательно нужно веко подержать закрытым глазик, да, чтобы все это просохло. И потом они никуда не сотрутся, не скатаются в складку. Хорошо держатся, весь день держатся. Но вот именно вот этот оттенок на все веко наносить будет слишком. Очень темный. Это какой-то смоки коричневый получается. Не везде, конечно же, да, ни с таким макияжем не пойдешь. А более дневной делать им сложновато. Так как если наносить только во внешний уголок глаза, то он абсолютно не поддается растушевке. Здесь либо какие-либо сухие тени наносить, потому что абсолютно не растушевывается. Он либо начинает просто как, ну не кусочками слазить, но просто вот слазит. Если намочить, кстати, эти тени, допустим, я думаю, если поплачьте, либо смочить ватную палочку, то они очень быстро слазят. Их, мне кажется, даже просто водой можно смыть, легко смываются. Поэтому если собираетесь плакать, да, либо в дождь, плохая погода, то не советую я вам эти тени наносить, так как держаться не будут. А если в сухую погоду и все хорошо, то хорошо держатся, да, с утра до вечера. Также плюс этих теней, они имеют плотное нанесение, не плюшивые, то хорошо наносятся. Их еще можно наносить как ребро. Сделать вот этот спонжик и использовать в виде стрелочку рисовать. Кстати, в макияже сегодня у меня использован именно такой способ применения, но я не наносила не ребром вот этого спонжа, а брала свою другую кисточку, смазывала эти тени со спонжика и уже прорисовывала себе стрелку. Так намного удобнее. Здесь для меня очень широко, очень некрасиво как-то получается. Может быть, у меня, конечно, руки не из того места, но думаю, что новичку в макияже будет сложно с ними. Если брать светлый оттенок и наносить на все веко, опять же таки, не растушуете вы границы, это нужно будет какими-либо другими сухими тенями растушевку делать. Но вот темные оттеночки, конечно, под вопросом. Мне кажется, надолго-надолго они у меня будут лежать и долго будут использоваться. Далее в новинках появятся три туалетные водички, которые, соответственно, не имеют сильную стойкость. Это океаника, карибика и цитроника. Цитроника с меня вообще очень быстро слетел. Он пахнет цитрусом, но, знаете, мне он больше напомнил какой-то освежитель воздуха цитрусовый, поэтому этот аромат мне абсолютно не понравился. Ну, ничего особенного, каких-то впечатлений, какого-то описания я ему дать не могу. Но цитрусовый аромат довольно-таки банальный, стандартный. Карибика здесь уже, конечно, поинтереснее, и дольше он у меня держался. Здесь мне он напоминает фруктовую жвачку, что-то типа Диро, где ананас представлен, манго, какая-нибудь маракуйя. Вот в этом плане пахнет вкусно, пахнет сладенько и приятно. Да, приятный аромат, но себе брать не буду, опять же-таки. И последнее, это океаника, который из всех трех мне больше всех понравился. Этот аромат, когда я нанесла, он мне настолько напомнил что-то знакомое из прошлого. И потом я поняла, что это очень похоже, особенно в начале нотки, похоже на аромат аквамарин. Когда-то очень-очень давно был Фаберлик этот аромат, и я только им пользовалась, парфюмом этим. И вот это океаника в первых нотах, ну, очень он мне напомнил его. Аромат имеет морские нотки, свежие нотки, но я не все морские нотки люблю в ароматах, в парфюмах. Здесь для меня они приятные. И в своей базе он как-то даже немножко со свастинкой открывается, что интересно. Ну, самый приятный для меня, повторюсь, оказался именно океаника. Стойкость у него средняя. Не так быстро слетел, как цитроника. Самый стойкий, на мой взгляд, именно карибика. Потом вот этот. Ну, брать тоже не буду, потому что мне и так парфюмов достаточно. А также хочу показать вам пробник помады. Появится новая помада. Думаю, также в линейке Skyline. Это будет магия цвета, по-моему, называться. Она так будет, еще ее нет в каталоге. Но пробники вип-консультанты могут уже заказать. Я себе наобум взяла первый попавшийся оттенок, так как там не были представлены оттенки помад. То есть нет картинки. И просто наобум закинула пробничек. Думала, может быть, в начале списка будет какой-нибудь светленький, нюдовый оттенок. Но как я ошиблась. Мне пришел оттенок фуксии, такой яркий, а-ля, наверное, 80-е, 90-е. Я такими оттенками не пользуюсь, ядерно-розовыми. Это не мое. Был бы он хоть с вишневым каким-нибудь оттенком, по тоном, но здесь очень яркий, очень ядерный оттенок. Он плотный по нанесению. Помадка эта плотная. Вот видите, какая яркая фуксия. Но я таки не одеваю оттенки. Здесь только на камеру. Повторюсь, имеет плотное нанесение, хорошо накладывается, не плешивит оттенок, имеет аромат, но аромат такой сладенький, сладенький, ненавязчивый. На губы наносится помада легко и хорошо. Я ее не носила целый день, только так попробовала, но я думаю, что она будет неплохо в носке. По крайней мере, вот этот оттенок. Остальные оттенки, если там будут нюдовые, то я обязательно приобрету себе на пробу, так как по качеству, вот на первый взгляд, мне помада понравилась. Что мне пришло из шестого каталога? Заказывала по бонусам. Сейчас у них обновилась бонусная программа и расширился, очень расширился список подарков, которые можно выбрать за баллы. И я теперь решила попробовать новый лак из линейки Skyline CC Lack 7194. Это персиковый, что-то там персиковый, как-то так называется. Сегодня он у меня на ноготках. И наносится он хорошо, его нужно наносить в два слоя. Первый немножко плешивит, не скажу, что сильно, но в два слоя надо. А также, как и все лаки из этой линейки, неплохо сохнет. Хорошая кисточка мне досталась. Кисточка здесь, кто не знает, такая более широкая, идет удобно в нанесении. В лунку ногтя наносить лак. Не растекается, кстати. Он довольно-таки нормальный, у него средняя консистенция. И второй день носки, он держится без топа какого-либо верхнего. Держится очень даже неплохо. Крупным планом, конечно, не знаю, показывать вам или нет, так как, когда я решила накрасить ногти, и мой сын решил проснуться. И, естественно, кое-где мой лак пострадал. Оттенок яркий, оттенок летний, сочный. Не знаю, как персиковый, знаете, он при разном освещении по-разному передается. Где-то он прям неоновый, где-то он оранжевый, где-то он приглушенный, персиковый действительно. Ну, такой интересный оттенок. В общем-то, пополню мою коллекцию. У меня, кстати, таких нет, поэтому довольна. Наконец-то я себе взяла гель-спрей для полости рта. Когда я его хотела приобретать, когда он только появился, его не было на складе у нас. Почему же я так хотела этот спрей? Так как у меня в любимчиках, в фаворитах был спрей от компании Сингера с пребиотиками и бактериофагами. Очень хорошо помогал мне именно с болячками горла. То есть предотвращал их появление. Вот эти бактериофаги накапливались там и предотвращали распространению всяких бактерий, микробов и всякой всячности. Этот же спрей идет только с пребиотиками. И по факту, мне кажется, он больше как освежитель полости рта, не более. Я думаю, от него какого-то эффекта, пролонгированного эффекта защищенности полости рта, мне кажется, не будет. 16-79 у него артикл. И нужно распылять 1-2 раза в полость рта в течение дня, после еды, допустим. Здесь, конечно, есть понятка, что пребиотик инулин способствует здоровлению микрофлоры полости рта. Ну, не знаю, мне кажется, тот спрей именно на бактериофагах работал хорошо. Попробую, посмотрим. 100 мл. Но в использовании он мне все равно нравится. Очень удобно даже с собой брать, в сумку кинуть небольшой объем и очень хорошо освежать полость рта. Также по бонусам за балу взяла себе деликатный гель для умывания Матриджи Ник в запас поставлю. Пусть будет. Я должна знать, что у меня есть это средство в запасах, так как это мой фаворит. 0,760 артикл. Хорошо очищает кожу от макияжа и от макияжа именно с глазок я использую. Не сушит кожу. Очень-очень люблю. Ну и последнее, это уже бонус по каталогу. За покупки на определенную сумму если набираете, по-моему, 300 рублей, если было, то можно было взять чаи. Я взялась из линейки Origin. Это два моих любимых с жасмином. Зеленый чай очень вкусный и черный чай с листьями клубники. Тоже он мне нравится. Нравится тем, что он не такой крепкий. Если даже у вас в кружке этот пакетик лежит до самого конца чаепития, то чай не будет таким прогорпым, каким-то крепким, чересчур горьким. Вот этим мне эти чаи очень нравятся. Ну и по вкусу тоже приятные. Они без каких-либо добавок. Также, кто пользуется Faberlic, думаю, заметили, что на мне новая блузка. Я одежду, думаю, покажу в отдельном видео. Как раз на днях мне должен прийти мой остаток одежды. И отдельное видео сниму. Там и моя, и мужа будет. Поэтому, наверное, пару слов скажу про эту блузочку. Кстати, много что я заказывала, но не все я себе оставила. Блузочка у меня 40-го размера, так как, на мой взгляд, она большимерит. И она мне очень понравилась. Ну все. Все остальное в отдельном видео. На этом я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!